Так, я уже дома, мне просто нужно было поговорить по телефону, мне пришло сообщение, вот, поэтому я прервалась. Не помню, чем я там заканчивала. В общем, я же захожу в этот кабинет, мне говорят, ну, так и так, вас там где-то там нет. А, все, я вспомнила, я уже рассказывала про второй кабинет, в который я пришла, другое там окошко. Значит, меня отправили в какую-то инстанцию, сказали, что мне помогут там оформить, ну, заполнить там заявление, вот документы от ксерокопируют, какие мне надо, и чтобы я с этим всем приходила к ним. Я прихожу туда. Во-первых, там нужно было идти перелом пальца на ноге, и это очень больно, потому что там мизинец, на него там опора идет и все такое. Сорян, я, короче, гречку тут, это самое, разогреваю себе, я кушать хочу очень. Я встала 5.40, я еще сегодня ничего вообще не ела. А кушать очень хочется. Вот. А так как у меня нет микроволновки здесь, ну, у меня в Донецке была микроволновка, нам на свадьбу подарили брат мужа, вот. Но она давно поломалась, и вообще она такая осталась в Донецке, эта микроволновка. А здесь мы не покупали еще, да и как-то не хочется забарахляться. Своей квартиры нет, не вижу смысла забарахляться, вот. Все самое необходимое у нас, в принципе, есть, и как бы, ну... Это так, пофоткаться для Инстаграма. В общем, все самое необходимое у нас есть, вот. А такие вот там, кофеварка, это, тостеры, блендеры, кухонные камбали. Там, я не знаю, духовку я хочу. Я вот так дома хожу. Я иду такая вся, Дольче Габбана, с минимаусом хожу дома, вот так вот. Это самое, и в лосинках теплых, это самое, и в тапульках. В общем, я о чем? Короче, нет у нас здесь ничего такого, я уже рассказывала, что пока не будет своей квартиры, пока я не устыканюсь, не осяду, я не начну забарахляться, не будет вот этого хомячества у меня. Поэтому я грею чиненько на сковородочке себе гречечку сейчас, вот. Это же все большое, это все денег стоит, как бы, ну... Если хочу кофеварку покупать, то хорошую уже, например, да. Микроволновка, я мне не готовлю, я не вижу смысла покупать дорогую микроволновку. Это только чисто разогреть, похавать, и все. Поэтому не вижу смысла покупать дорогую, ну и так далее. Ну, вот мне будет потом все это жалко. Вот будем мы, например, куда-то на другую квартиру переезжать. Может, мы в другой город захотим переехать. И куда это потом все? Вызывать транспортную компанию? Ну, нафига, ну вот зачем создавать себе лишние проблемы, которые, ну вот, они не нужны. Значит, что я хотела сказать? Я хотела, хотела, хотела... Я хотела сказать, что, значит, оттуда меня вот это отправили в эту инстанцию какую-то. Во-первых, я ее искала по навигатору. Вроде нормально разобралась. То у меня навигатор чудил, а то вдруг раз и прекрасно заработал, и все нормально. Ну, хорошо. Значит, я нашла это заведение, это здание. Вот, оно называется «Мои документы». Я туда еле дошла, потому что находка – это такой город, вот такой вот, весь на сопках. То вверх сильно подниматься надо, то вниз. А на улице снег растаял, потом приморозило, и очень много гололеда. Где-то этот снег, где-то под снегом гололед. Где-то примерзший такой асфальт, с виду он просто мокрый асфальт, а он примерзший и скользко. В общем, черти что, дорога. Я пока туда дошла, я шла очень медленно, потихонечку, чинненько. Не хватало мне еще что-то сломать или сильно ударить. Вот. Поэтому я очень-очень аккуратненько шла, чтобы, не дай бог, что это самое. И в общем-то, и в общем-то, я пока прихожу туда, а там огромная толпа народа. Я говорю, а кто крайний сюда? Мне говорят, нужно пройти взять у них талончик очередной, как потом я услышала комментарий, когда уже начала заходить. Видимо, очень много людей приходит туда. Я туда захожу, где нужно взять талончик, а там еще один коридор. И там тоже одуревшее количество народу, все на тебя волком глядят. И куча-куча всяких окошек, где работают операторы. Я, значит, спрашиваю мужчину, мол, так и так, меня из налогового отправили к вам, чтобы вы мне помогли заполнить документы и сделать ксерокопии. Он говорит, мы не помогаем, говорит, заполнять документы, мы их только отправляем, говорит, в налоговую. Ну, нафига я сюда пришла вообще? Короче, я психанула, развернулась, ушла, даже забыла зайти в магазин, купить хлеб и стики. Я просто мимо прошелестела, все, у меня ужасно болит палец. Сейчас Вова ездит, делает свои дела, я ему написала, чего дома нет, что я забыла купить. И вообще, я пока дома. В общем, либо я сама заполню, либо я попрошу кого-то мне помочь заполнить эти документы, потому что, ну, заковыристые там вопросы. Сейчас сделаю на всякий случай ксерокопию себе это самое. И, может, съезжу там к одной девочке, она мне поможет заполнить. Но это уже не сейчас. На сегодня я уже устала. У меня очень... Из-за того, что нога болит, я, видимо, ну, как-то коряво хожу неправильно, по-другому ставлю ногу. У меня из-за этого начинает болеть и поясница, и спина, и икроножные мышцы, голень ноги, колено. Вот до колена вся нога болит, в бедре болит. То есть, ну, оно как бы все взаимосвязано по итогу. Вот. И я уже, конечно, так не хромаю, но болит просто адски. Вот. Это просто ужас. Такое ощущение, что в это место, где у меня мизинец и такой, ну, где-то вот такой участок около него, у меня такое ощущение, что у меня просто туда засунули какую-то железку, какой-то инородный предмет, и что у меня там очень сильно болит. Пальцы не сгибаются. Они постоянно как-то, как-то вот, как будто, то есть я не могу их нормально напрячь, они как будто вот все время хотят так упасть, подогнуться, как-то вот как-то подгибаются туда. Но сами по себе вот такие движения пальцами или вот такие я сделать не могу. Да, у меня на ногах вот так пальцы шевелятся. Да, я умею шевелить пальцами, у нее вот так вот очень сильно отставлять туда-сюда и мизинец, и вот так вот делать большим пальцем, и вот вторым за ним, да, указательным получается на ноге. Этот чудо-талант мне передался от папы. В общем, вот такая вот история. Я очень устала. Очень устала. Я не знаю, вот гололед из-за того, что снежок так чуть-чуть-чуть-чуть сейчас идет, из-за того, что вот этот жуткий гололед, из-за того, что вот эта вот вся история. Сегодня смеялась. Дамир делал уроки, пищал, и к нему подошел. Кот сел рядышком. Видимо, он думал, что ребенок чем-то расстроен или фиг его знает, и поэтому сел рядом с ребенком, вот. В общем, вот такие вот пироги. И я ужаснейшим образом устала, и я не знаю, что делать вообще с этими документами. Кто здесь? С этой всей истории, кот сейчас спит в шкафу на домашних шмотках. У нас отдельная полочка, там лежат домашние одежда, в которой мы ходим по дому. Вот, в данный момент. Это самое отдельное, чтобы не смешивать с другими, там, с чистыми, с какими-то вещами, с неношенными, вот. И так далее. В общем, вот такие вот пирожули, и там крочкот улегся, спит, вот. Как чисто домашние шматки лежат. В общем, вот так вот. Я очень расстроена, я вот это находилась, натыкалась. И везде к тебе отношения, как будто ты какая-то, ну, такая немножечко есть. Вот, как будто я вот такая слегка. Я все прекрасно понимаю, но у нас, например, нет таких сложностей. У нас ты подаешь паспорт, подаешь свое свидетельство о рождении, все. Пять минут ты заполняешь там заявление беспонтово, ну, вот в Украине, как я получала. И тебе сразу выдают этот, блин, идентификационный код, или на следующий день ты его идешь, получаешь. По-моему, мне сразу дали его. Вообще никаких абсолютно нет, блин, проблем. Без всякой там записи. Ты просто говоришь охраннику, куда тебе надо прийти, зачем, и все. Без всякой записи, без всякой этой тягомотины. А тут нужно столько, чтобы этот документ сделать, надо сходить туда-туда-туда, там-там-там-там-там, получить какие-то документы. А чтобы их получить, все эти документы, надо еще для каждого тоже всякие пируэты сделать. Затанцю, минует, еще ромбеты, колы, музык, и никто не слухает. Затанцю, минует, где ты, слава, приходи, тебя жду. Все, ладно. До новых встреч. Буду решать вопрос с заполнением этого документа. И, значит, завтра, я, наверное, завтра уже пятница. Я, наверное, не знаю. Ну, наверное, съезжу, попробую попросить кого-то мне помочь заполнить этот документ. Съезжу, попрошу заполнить мне этот документ, наверное, я. И это самое. В общем, буду как-то решать вопросы этим. И потом ворвусь вновь в налоговую, не знаю. Уже без записи, мне сказали, можно. Вот, значит, приду опять туда. Не знаю, это такой дурдом, блин. И это опять я в один зал попаду, в одно окошко. Потом надо идти в другой зал, в другое окошко. Потом ждать, пока тебе там что-то как-то онлайн его должны прислать на почту этот. ИНН, господи, это такой капец. Еще мне надо в банк попасть. В общем, столько дел. И так меня это раздражает. Больше всего раздражает даже не просто делать документы. А тот факт, что ты не знаешь, какие документы нужно делать, как их делать. Ты не знаешь, города нормально. Все вот так вот, сопки, сопки, сопки. А в Харькове мне было, например, я тоже очень часто, очень много документов делала, ездила по инстанциям. Все было связано с документами. Но я быстро просекла фишку, что мне надо. И там была повторяющаяся процедура. То есть, когда я переселенские оформляла, да, когда мы были переселенцами. Вот, документы, когда я оформляла. То есть, я знала, что мне нужно делать по цепочке. То есть, я знала, что мне надо в исполком. Тогда-то, тогда-то. Нужно какие-то документы. Нужно туда-то пройти, в такой-то кабинет. Я знала, что потом мне надо в миграционку. Тогда-то, тогда-туда, туда-туда, там. Все. Я знала всю процедуру. Какие нужны документы и так далее. И там процедура была простая. Там тяжело было это не запомнить. И я проходила эту процедуру, по сути, каждые полгода. Да, мне это не очень нравилось. Я стрессовала. Я вообще не очень люблю делать документы и все такое прочее. Но, там была простая процедура. Я знала, что зачем. Не было вот этой сложности. Никто ничего не усложнял. А сейчас просто жопа жопная. Все. До новых встреч. Я погнала. Заниматься делами. Есть свою гречку. Смотреть, что там за документы, как чего. До новых встреч.